Пандемия ударила не только по здоровью казахстанцев, но и по кредитной истории. Некоторые из тех, кто собирался брать ипотеку, внезапно обнаружили, обзавестись собственными квадратными метрами не получится. Дело в том, что на период карантина государство освободило часть предприятий от уплаты пенсионных отчислений и подоходного налога. И банковская система посчитала, что потенциальные заемщики не платежеспособны. А в это время в правительстве вовсю готовят жилищную реформу. Распределять квартиры теперь хотят не по категориям граждан, а в зависимости от доходов. Например, если каждый член семьи зарабатывает меньше 32 тысяч, то им предоставят арендное жилье. А чем выше доход, тем выше будет процентная ставка по кредиту. Когда система заработает, и чего ждать от лестницы доступности жилья? Ардак Мауина разбиралась. Собственная квартира в столице для Сымбат Турикуловы пока что только мечта. Женщину пугают цены на недвижимость. Даже однушки без ремонта на окраине правого берега могут доходить до 15 миллионов тенге. А зарплаты в 90 тысяч для матери-одиночки по карману лишь съемная комната в общежитии. Половина заработанных денег уходит на аренду, остальное на еду. Сейчас на продукты цены очень выросли. Я даже в последний раз не помню, когда мясо мы ели. Я не позволяю такое. Я не могу позволить. Мы едим только окорочку. Ну такое. Питаемся макаронами, допустим. Поэтому я смотрю на ценовую категорию. Вся надежда у Сымбат на то, что она когда-нибудь получит хотя бы арендное жилье. Седьмой год подряд стоит в очереди. Другие жилищные программы, как 5-10-20 или же Бахаттеотбасы, где дают ипотеку под 2%, женщина даже не рассматривает. Говорит, и без калькулятора ясно. Выплачивать кредит с такой зарплатой и ценами на квартиры не получится. Я не смотрю. Даже я не вытяну это все. Даже если я буду рассматривать, думать, как взять, как поступить, сколько буду зарабатывать даже, сколько оплачивать буду. Я не смотрю на это. Потому что я знаю, что я не потяну. У меня зарплата маленькая. Я смотрю только с права выкупа и без права выкупа. Только такое доступное жилье для меня. Потому что там арендная плата идет от 5 до 15 тысяч. Это вот 5 лет ты живешь, копишь, собираешь. Если соберешь, то можешь дальше себе смотреть какие-нибудь другие программы. Лучше так, чем здесь жить, за эту комнату 50 тысяч платить. Но государство обещает устроить жилищную реформу. Новый проект готовит Министерство индустрии. Чиновники теперь хотят придумать лестницу доступного жилья. По ней будут распределять квадратные метры в зависимости от дохода казахстанца. Например, тот, кто получает 33 тысячи тенге в месяц, сможет рассчитывать на арендную недвижимость. Если доход на каждого члена семьи 101 тысяча, то можно участвовать в программе 5-10-20. Ну а те, кто зарабатывает больше, должны идти в банки второго уровня. Для решения жилищных вопросов граждан, имеющих ниже одного прожиточного минимума, главой государства было поручено 1 сентября проработать механизм субсидирования арендной платы из частного жилищного фонда. И также предлагается субсидировать аренду в размере 80% от аренды. Для механизма субсидирования арендного здесь предлагается привлечь единого оператора жилищного строительства, который будет формировать полы и уже заключать договоры найма с поднанимателями. Для этого сначала создадут единую базу данных те, кто нуждается в крыше над головой. Сейчас в очереди стоят больше полумиллиона казахстанцев. Всю эту информацию передадут Жилстройсбербанку, который со временем превратится в Отбасэбанк, и там же будет создан центр обеспечения жильем. Он и будет заниматься распределением очередников. Помимо арендного жилья обещают выдавать и другое с правом выкупа. Будут варианты участия в госпрограммах. Но самое интересное, что в эту очередь теперь могут стать все казахстанцы, у которых нет собственной квартиры. И не важно, подходите ли вы под какую-то категорию или нет. Центр обеспечения жильем будет вставать совершеннолетние граждане Республики Казахстан, не имеющие права собственности на жилье, вне зависимости от категории. Но здесь приоритетность в том, что каждый гражданин, нуждающийся, может встать в данную очередь и поучаствовать в госпрограммах. Разработчики проекта говорят, так они хотят добиться прозрачности при распределении и узнать, сколько казахстанцев в действительности не имеет собственной крыши над головой. Очевидно, что список очередников станет гораздо длиннее. Хватит ли жилья всем нуждающимся и будут ли поспевать темпы строительства за спросом, чиновники не уточняют. Но уже есть опасения, что рынок недвижимости может отреагировать повышением цен. Правда, эксперты уверены, большого роста не будет, ведь квартиры и так сейчас переоценены. Люди искусственно пытаются подорожать его, но мы же были на самом деле на таком пике, у нас цены практически одинаковые, как, к примеру, купить квартиру в Турции. И мы были на таком пике, и потом пошло немножко снижение. Сейчас за неимением каких-то вариантов люди хотят цены держать, ну, либо повышать. Но я не вижу вообще в этом смысла, потому что рынок вообще должен двигаться постоянно. В столице в этом году построили много новостроек. Вот, к примеру, этот дом еще не закончили, а там уже видны готовые высотки. Поэтому на первых порах все участники рынка недвижимости будут заинтересованы в том, чтобы быстрее продать жилье. И квартиры подорожают не больше, чем на 20%. Останчанину Илье Астахову покупку квартиры сорвала помощь от государства. Мужчина получил отказ в ипотеке от банка, потому что несколько месяцев не поступали пенсионные отчисления. В стране предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии и понесли убытки, освободили от уплаты подоходного налога и пенсионных отчислений. Я сначала возмутился, думаю, мне работодатель не платит, что ли, все это время. Потом мне объяснили, оказалось, что это все из-за налоговых послаблений. Три месяца ТО не платила пенсионку, поэтому в банках сейчас везде отказ. Наконец-то, когда время пришло, скажем так, появились какие-то деньги, у меня опять облом, но теперь из-за банков. Правда, финрегуляторы попытались объяснить, что так быть не должно. Все коммерческие банки в курсе правительственной поддержки казахстанцев. И сначала они должны точно убедиться в платежеспособности человека. И только если ее на самом деле нет, отказывать. Но сотрудники банка отмечают, здесь все решает робот. Если он видит пустые строчки вместо стабильных отчислений за последние шесть месяцев, то автоматом идет отказ. Поэтому есть другой метод. В обычное время заявки рассматриваются скоринговой системой, которая анализирует заявку, принимает решения на основании финансовых возможностей заемщика. Но после пандемии, после карантина, когда многие работодатели просто останавливали пенсионные отчисления своим работникам, мы для данной категории граждан объявили определенный процесс. То есть если скоринг по таким гражданам выносит заявление на отказ, мы рассматриваем данную заявку заемщика через кредитный комитет. В этом году в Казахстане выдали больше 600 миллиардов тенге на жилищные кредиты. Ну а те, кто ипотеку себе позволить не может, очень ждут появления лестницы доступности жилья. Пока проект находится на стадии обсуждения. В жизни самое главное это же дом. Если есть дом, есть семья, благополучие. Ардак Маунесе, Тастанов. Большие новости. Субтитры создавал DimaTorzok